Сегодня мы готовим мясо по-французски с добавлением своих ингредиентов. Что нам надо? Нам нужно для этого блюда? Нам нужно мясо свиное, шницель можно купить. Далее 6 кусков. Нам нужно для такого количества мяса, то есть 6 кусочков, два цельных свежих помидора. Потом один лук, обычный петрушка. Можно также использовать укроп, но в этот раз мы решили использовать петрушку. Кусковой сыр. Этот сыр мы порежем на терке. Майонез. Это по желанию приправа к свиному мясу. Также можно использовать куриный муковый мясо и перец черный молотый. И, естественно, масло под стеклянный противень. Теперь нам нужно будет вот такой противень и, соответственно, терка, чтобы матереть сыр. Займемся. Сейчас будем нарезать помидоры. Помидоры можно нарезать кругляшками, то есть вот уже по желанию какие кругляшки потонше, потолще. Это уже без разницы. То есть на один шницель у нас получится по одному два кружка помидоров. Вот такие вот попки я не использую, потому что они особо ничего такого эффекта не дают. Давай пока мясо. Мясо надо предварительно помыть, да? Ну, естественно, да. Так, с луком я делаю немножко не так вообще, я делаю вот такими вот... Полукольцами? Да, полуколечками, потому что так вот он более... Можно уложить его правильнее. На каждый кусочек уложиться по-своему. Нясо мы помыли. Да. Нясо мы помыли, значит, овощи у нас готовы. Единственное, надо будет потом нам петрушку, но это... Сыр натираем на крупной терке. Так, сейчас я, наверное, отрежу, чтобы... Нет, я сейчас сушу. Если что, тогда уже добавить. Так, можно снимать. Ну, ладно. Сыр. Сыр любой можно, да? Ну, вообще, да. Можно даже купить нарезанный, как мы купили. Тёртый сыр. Просто он у нас уже давно отрезает. Сыр мы натерли. Теперь мы, получается, нарежем петрушку. Петрушку мы нарезаем маленькими-маленькими. Такими кубиками. Ну, мелко. Ну, да. Ну, не прямо, конечно, мелко, но... Ну, не крупно, да? Да, можно ещё там несколько раз. Ну, можно же, кроме петрушки, ещё укроп. Укроп, да. У нас есть сухой укроп, но я его уже делала, поэтому я решила сегодня попробовать с петрушкой. Вот, в общем, пока что, если что, там не хватит, это можно будет добавить. Итак, сейчас мы переходим к мариновке, соответственно, целому мясу. И руки. И стол, и всё остаётся чистое. Итак, значит, мы добавляем сюда майонез. Майонез можно также, по желанию, добавлять. Можно сметану. Да, можно сюда, но я вот больше майонеза. Так. Пока что вот столько майонеза. Если нужно, то мы добавляем его. Приправа к свиновому мясу идёт. Это тоже уже по желанию, кто-то сколько, по количеству. Я побольше я уже предлагала. Так. Перец чёрный молотый, ну, щекотку две можно. Небольшую. Так. И, соответственно, всё мы это руками дело перемешиваем. А солить? Ну, солить это приправа. Ну, а соль не надо? Я солнюю. Ты всё приправил, да. Оно будет очень опытано. Солено. С тушеньмонезом он же даёт свой. Вот. Каждый кусочек стараемся промазать. Соусы нашим получившимся. Чтобы он был. Мяу. 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 Кошка уже учуяла. Чтобы вот ещё стараемся, чтобы приправа, точнее, собиралась в одном месте на мясе. Потому что бывает такое, что в одном месте он соберётся, а в другом нет. Нет, все, значит, мы замариновали и 10 минут оно стоит примерно и маринуется для того результата. А надо крышкой накрыть. Ну, надо крышкой накрывать. Ну, ты будешь накрывать? Я буду. Так. Все, накрываем крышку, оставляем на 10 минут, да, мариноваться? На 10 минут. Все? Все, наше мясо намариновалось. Все. 10 минут прошло. Сейчас мы открываем наш маринад и в противень. Также можно использовать не обязательно стеклянный противень, можно использовать обычный противень либо с бумагой, перманентный, либо просто вот на противень с маслом. Перманентный, пергаментный. Да. Вот, масло добавляем не особо жалеем, потому что оно может все равно мяско подгорится. Мало мясо. Мало мясо. Мело. Так, все. Теперь мы берем кусочки. Кстати, вот забыло сказать, что можно по желанию, конечно, если для вас это совсем крупные кусочки, можно порезать. Вот. У нас 6. Давайте тогда можем их как бы порезать, чтобы помидора у нас, ну, хватило на каждый кусочек. То есть, мы его положим и разрезаем. Ну, ты знаешь, да, что оно это ужаривается маленьким будет. Да. Ну, можно тогда тут поставить, а вот эти крупные кусочки вот это, совсем большие. Ну, да. Ну, эти крупные кусочки мы решили порезать, а которые вот такие мы не будем, потому что свинина ужаривается. А здесь крупные и еще какой-то толстый, сантиметр 5, наверное, да, тут? Машина. Вот это вроде ничего. Вот еще. Ну, да. Вот такой большой кусочек. Ну, да. Вот это уже порежем. Мы выкладываем наши получившиеся кусочки на противень. Можно даже поближе друг к другу, они все равно потом сползутся. Главное, чтобы только поместились. Значит, придется их. Ну, все кусает. Так, нам один кусочек. Вот еще маленький. Вот этот грузочек есть. Ну, этот грузочек. И просто кинем его, наверное. Да, просто кинем его. Так, как бы нам вот этот тут еще. Ну, мы его уже к петрушке себе прицепили. Мы его положим. Вот так, да. Так, все. Мы, значит, положили мясо. Сейчас берем поплавные торки. Выкладываем рядочком. Так, помидоры выкладываем рядом. И оденем вот сюда. Так, ну, в принципе, мы можем также подсолить сверху. И потом... Берем соль. Ну, думаю, достаточно. Ну, наверное, еще что-то. Помидоры аж я не еду. Ну, давайте. Достаточно. Так, значит, мы подсолили сверху помидоры. Сейчас займемся укладкой лука. Лука много я не делаю. Так, чуть-чуть. Это не то, что даже мясо по-французски. Как даже запеканка, не знаю, просто. Без картошки, без макару. Так, по-краинке. Разложим лук. Короче, выкладываем лук на любителя. Вот Полина не особо любит лук, поэтому лука немного. Да, я люблю. А если кто любит лук, чеснок, можно сюда лук, чеснок побольше наложить. Так, теперь следующий этап у нас это сыр. Сыр мы просто посыпаем сверху. А зелень потом на сыр, да? Сверху, да. Сырка. Так, все, сыр мы выложили. Весь. Теперь мы можем посыпать зеленью. У кого петрушка, у кого укроп. Сегодня у нас, как я сказала, уже петрушка. Ну что, укроп я уже делала. Укроп, кстати, лучше укроп, если вы сыпете его уже в конце сам. Потому что он уже потом не видит. Потому что там петрушка поплепнее, а укропа в такой маленькой ситуации. Ну, маленький кот. Перестарываем в разогретую дуку плюпит. Да. На сколько мы будем? Ну, это уже... Ну, минут 20-30, 40, да? Ну, да. Я просто смотрю, я не знаю, я смотрю. Всем привет! Большое спасибо, что заглянули на мой канал. Надеюсь, вам нравится мое видео. Дальше они будут все лучше и лучше. Если вы еще не подписались на мой канал, то подписывайтесь. Вам всего лишь нужно нажать на кнопку подписаться. И обязательно нажимайте на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о моих новых видео. И вы будете в курсе всех новых событий на моем канале. Большое спасибо. Продолжаем смотреть дальше мой новый блог. Все, духовка у нас прогрелась. Теперь мы ставим наше мясо. На. Думал бы, конечно. Ну, все, 30-40 минут, а мы уже смотрим, как она будет. Ну, свиньи нам вообще быстро. Будем ждать. Вот что у нас получилось. Да. У нас приехал просто дегустатор, который из этих пробок смыл. И по разговору по тарелку. Цельный. Два цельных. Павидора. Так, Ира у нас займется. Ира ничем не займется. Ира, ты что? Ира у нас займется. Ты поставишь, и может, я так. Нет. Да. Итак. Походу, поели мы свиньи. Главное не взорваться. Да, это не бегло.